Ну что ж, доброго дня всем, кто настроен на волну якутского радио и телезрителям телеканала Саха-24. Меня зовут Ирина Ефимова. Помогают мне, как обычно, два режиссёра именем Юрий. Юрий Чекуров — режиссёр радиоэфира, Юрий Босиков — режиссёр телеэфира. И поздравляю, конечно, всех радиослушательниц и телезрительниц с наступающим 8 марта, первым весенним нашим праздником. Поэтому у меня сегодня в студии гости как-то по гендерному признаку. И я рада представить Сардану Савину, промутера, куратора документальной программы Якутского международного кинофестиваля и человека, который теперь имеет непосредственное отношение к новой программе «Нейдив» Берлинского международного кинофестиваля. А также «Женщину года» по версии журнала «Карякова». Здравствуй, Сардана. Здравствуй, Ира. Ну, мы с тобой так мельком виделись на прошлой неделе, когда вы устроили в МусХая открытое мероприятие, презентацию по итогам Берлинского кинофестиваля. Представили немножко вот эти вот три картины якутские, которые были на Берлинале. И потом прям-то так внезапно сорвалась и убежала. И вечером я в кафе встретила своих знакомых, и выяснилось, что ты бежала как раз получать премию «Женщина года». Номинация профессионалов, да. Это был для меня сюрприз на самом деле. Как раз вот в это время мы были в Берлине, я узнала, что меня номинировали. Вот по версии этого журнала «Карякова» редактора «Туяра Алас». Это было приятно, потому что вдруг оказалось, что я в лидерах. Я не знаю, кто за меня голосовал, если честно. Наверное, знакомые. Тот, кто увидел, поддержал. И вот я получила эту премию. Это такая красивая брошка в виде подснежника. Очень такой символичный знак. Начало весны, женственности, возможно. И было семь номинаций. И вот к всем победителям встретились там. Буквально многих я, оказывается, знаю в реалии. И вот увиделись мы как раз на этом празднике. Очень хороший вечер был. Спасибо Туяре за организацию такого мероприятия. Я надеюсь, что это будет ежегодно. Потому что женщины у нас реально очень активны в нашей республике. Это однозначно. Ну да, и вообще, когда что-то такое появляется, какой-то такой проект, думаешь, а как же странно, почему до этого никто не додумывался. Да, чтенка так бывает, да. Почему же раньше никто... Столько вроде бы есть и газеты женские, и журналы женские. Почему раньше никто такой премии не делал? Но вернёмся, точнее начнём в Берлинале. Как вообще так произошло, то, что три якутских фильма сразу оказались там. Причём в этой программе «Нейтиф» там всего было сколько? Десять фильмов, да? Девятнадцать. Девятнадцать. Десять было полных метров и девять короткометражек. Но предыстория была такая, что я в сентябре получила письмо от куратора этой секции. Ну, конечно, так просто спонтанно письма не пишут, естественно, да, тем более адресно, приглашая быть консультантом. Дело в том, что... Ну, то есть сначала всё-таки якутский кинофестиваль, да? Выезды вот эти вот в Корею там... Ну, сначала на самом деле был канадский кинофестиваль. Это было давно, в 2012 году. Но до этого я просто лично познакомилась с директором вот этого канадского кинофестиваля, Imagine Native он назывался, да? Джейсоном Райлом. И вот при беседе мы с ним познакомились в далёкой деревушке в Финляндии, в Иннари. Это самское такое поселение, где тоже имеется свой маленький кинофестиваль. И я просто по работе... Ну, Ирина, знаешь, да, я занималась международной деятельностью очень долго, больше 10 лет, 13 лет работала в артистическом институте. Поэтому в это время я каким-то образом оказалась там. Помню, какое-то мероприятие научное, что ли, было. Переводила, сопровождала. И в этот момент я просто случайно познакомилась с ним, поговорила, и мы говорили о кино. И он мне задал вопрос, помимо документального кино, я знаю, что у вас, наверное, скоро есть телевидение свое, документальное кино, есть ли игровое? Я была, конечно, поражена такому вопросу, потому что, как это, такой вопрос задают? Есть, конечно. А он говорит, а я ни разу не видела, не слышала об этом. Есть ли вообще якутское кино? Вообще, как бы, культура коренных народов в России, я знаю, что очень много народов поживает, да, вот кино, то, что они снимают, я ещё ни разу не видела, он сказал. Я сказала, вот сейчас приеду домой, я иду, вышлю ссылки, покажу. То есть до тот момент ты к кино отношения не имела? Ну, я до тот момент фактического кино отношения не имела, я просто имела опыт перевода, там, некоторых картин, да. То есть я сама переводом занималась, там, субтитры, которые приносили мне, просили сделать, вот так вот. Ну, и вообще, как бы, культурным проектом я занималась в то время, потому что я работала, вот, как раз в УЗе культуры и искусства. Ну, и, как бы, кино тоже часть культуры, искусства, поэтому, каким-то образом, орбиты занесла меня туда. И вот, я помню, отправила эти ссылки, начала переговоры с ними, их очень сильно заинтересовало. И первая работа, которая там оказалась, это была картина Сергея Потапова «Тел Барон Тухары», «Покуда будет ветер». Я объяснила, что нужно ехать продюсеру Матвею Торговкину, но не директору синемоцентра, ну, и тогда тоже был директором синемоцентра. Он поддержал эту идею, и мы съездили туда. И вот с этого момента, как бы, началась... Уже международная история, да? А, международная история. То есть я тогда чётко себе осознала момент, что, ну, интерес, во-первых, есть определённый, да? Что надо просто двигаться в это направление, потому что одно дело, ты снимаешь это кино у себя, вот, для себя, для своего зрителя всё это делаешь. Ну, в принципе, кино — это такой продукт, который... Например, ты снял кино, вывел, например, международный, тебя увидят тысячи, миллионы людей, например, да? То есть выхлопа, наоборот, больше, то есть получается. То есть это, получается, такой мост, во-первых, только... Не только для, как бы, объяснения, что есть такой народ, культура. Ну, во-первых, это имиджевая политика, да? Много чего можно, на самом деле. Не зря же, например, наш вождь Ленин говорил, что кино — одно из... Важнейший из исков, да. Важнейший из исков, да. То есть он, если в своё время это использовал как средство пропаганды, возможно, да? То сейчас... Ну, многие люди, которые понимают, конечно, расценивают кино как инструмент, не только как арт, да, но и так же, как и, возможно, даже пропагандистские материалы, например. Это уже другой вопрос. Ну, просто к тому, что, когда мы туда съездили, я для себя сделала вывод, что надо... Ну, не только этот фестиваль, а в целом надо заниматься продвижением. Ну, к тому времени, конечно, уже был опыт у якутского киноучастия в международных кинофестивалях. Это, во-первых, масштабный проект Андрея Савича Борисова «Тайны Джингисхана». Я помню, они были в Монреале, ещё где-то в Европе они участвовали на кинофестивалях. Ну, в принципе, тут такой момент, что участвовать можно при желании на любом фестивале. Потому что, во-первых, фестивальный мир очень большой. В мире есть тысячи фестивалей. И какой-то из фестивалей обязательно попадёт под формат твоего фильма. Да, твоего фильма, возможно. То есть есть такие любительские фестивали, есть там малобюджетные, например. Ну, все что, да. Арт-хаус, хоррор и так далее. Любительские, школьные. Да, даже фестивали каких-то меньшинств, возможно, есть такое тоже. Поэтому, естественно, это такое... На самом деле, фестиваль — это индустрия тоже своего рода. Очень большая, серьёзная. То есть оно, конечно, имеет непосредственно отношение к кино. Но это отдельная тоже индустрия своего рода. То есть люди на этом зарабатывают, продвигают, там и так далее. То есть много чего на этих площадках происходит. Но в мире есть три главных фестиваля. Как я поняла, это фестивали класса А, да, куда стремятся все кинематографисты мира. Питаканна, Венеция и Берлин. И вот, когда я съездила на Берлинский кинофестиваль, я чётко для себя поняла, что многие кинематографисты, они отличают вообще эти фестивали. Они очень важны, там три фестиваля этих самых важных. Но они по формату и контексту очень сильно отличаются, оказывается. У каждого своя направленность всё равно. Питаканна, это всё-таки больше так вот, светская жизнь, это очень дорого. Это гламур, как любят говорить. То есть это звёзды, селебрати. Красная дорожка. Это очень серьёзная площадка торговая, получается, самый крупный кинорынок там присутствует. То есть там, получается, фактически большое кино куётся там. То есть встречи с будущими инвесторами, продюсерами, копродукцией и так далее. Ну и потом крупные звёзды, Тиффани и так далее, большие серьёзные спонсоры и тому подобное. Венеция больше ориентируется, говорят, с тех, вот с начала прямо создания, они как бы... Ну это Италия, получается, поэтому мы знаем, что очень много итальянских режиссёров, классиков, да, мирового кино является. Здесь вот, как бы, вы на этот фестиваль больше акцент делают на художественную составляющую вообще картину. То есть здесь должно быть, как они говорят, pure art, pure cinema, да, чистое кино. Чистое искусство. Чистое искусство, да. А Берлин — это такая вот тоже интересная площадка, по-моему, что, во-первых, Берлин, Берлинский кинофестиваль по истории посмотреть, он был создан аккурат после Второй мировой войны. То есть понятно было бы, зачем они это делали. Во-первых, ну чтобы привлечь внимание вообще к Германии, к стране, которая тоже имеет очень богатую культуру, да, где очень много было известных людей, ну и есть, и было, как бы, ну, история, конечно. Конечно, вот был такой момент, что была Вторая мировая война, и, конечно, Германия пыталась всячески привлечь как бы и мировое сообщество, и мировую общественность к себе, да, как столице, скажем, тоже вот культуры, да. И вот из этих соображений для именно мира, для создания, они вот создали такой кинофестиваль именно объединения, скажем, Восточной и Западной Германии. То есть, ну тогда вот такие моменты были, да. Ну, Восточного и Западного мира вообще в целом, да. То есть, получается, был какой-то акцент, оказывается, на, ну вот, больше интереса к Восточной части Европы и так далее. Но это чисто вот изначально они как-то тон такой политизированный сделали, поэтому, соответственно, фестиваль пошёл вот по этому направлению немножко политизированный. То есть, они всячески... То есть, более актуальное, да, уже какие-то? Да, то есть, то, что происходит в мире. То есть, например, вот сейчас, когда я съездила, я отчётливо поняла, что Берлин — это фестиваль, где можно понять, чем дышит вообще мир, мировое сообщество, например, да. Какие проблемы, какие, например, раны, например, есть на земле, где какие-то, вот, скажем, поинные конфликты происходят, какие-то там проблемы, да, политические, социальные. То есть, актуальность, да, кино как отражение общества. Отражение общества, да. То есть, можно... Поэтому очень интересно. Мне вот с этой стороны было очень любопытно и интересно, потому что много чего можно почерпнуть. Поэтому я так поняла, что среди зрителей были не только синие филы классические, да, ну, не только эксперты кино, но и люди, которые занимаются там наукой, да, люди, которые занимаются там даже какими-то политическими, возможно, делами, да. То есть, очень разношёрстная публика, очень интересная на самом деле. Вот. Ну и как же, правда, история того, как же всё-таки оказалось наше кино там. Ну, я могу сказать, что всё-таки, наверное, это канадские друзья поддержали меня и предложили просто мою кандидатуру в качестве адвайзера, консультанта. Потому что из девяти адвайзеров я, например, семерых лично уже знала, например, на момент. Со всеми уже лично была знакома. То есть, на фестивале вот в Канаде знакомилась. До этого ещё по работе, когда вот в Арктическом институте работала, тоже познакомилась. То есть, как-то так получилось странным образом, что я этих людей всех знала. Многие даже не имели отношения к кино, но вот каким-то образом они тоже оказались там. Вот. И мне написали письмо, сам куратор написал, а Марьяна Редпа с предложением стать консультантом. И моя задача была предоставить список со ссылкой фильмов, где именно отчётливо будет прослеживаться тема Арктики. Арктик ищутся, они так и сказали. То есть, вопросы, связанные с жизнью в современной Арктике, да? И я составила список, но где-то тут был такой момент, что я не должна была сильно увлекаться якутским кино, да? А ты должна была сделать список вообще в целом? Да, в целом, да. То есть, якутского, российского и зарубежного, на мой взгляд, как бы подходящего вот под этот... Критерий. Да, критерий. Я создала, конечно, естественно, я перегнула палку с якутскими фильмами, я максимально там представила якутское кино. И меня, например, честно говоря, очень сильно порадовало, что мои вкусы, например, по зарубежным фильмам и по российским, например, книга Тундры Вахрушева, например, сразу я в первом списке указала, да? И зарубежные картины, которые мне до этого я уже видела, знала, они совпали со вкусами других консультантов. И вот у нас такой вот идеальный как бы список получился. Эти программы, эти фильмы попали? Да, все попали. Мы продолжим разговор после короткого перерыва. Рекламу вернёмся через буквально пару минут, так что оставайтесь с нами, не переключайтесь. Ну что ж, мы продолжаем разговор с Сарданой Савиной о якутских фильмах на Берлинском кинофестивале. Как раз вот перед тем, как уйти на рекламу, Сардана рассказала, как она представила несколько фильмов, на её вкус, которые отвечают теме Арктики, и все они вошли? Нет, дело в том, что вот из всего списка, по поводу якутских картин, то есть зарубежные картины, вкус оказался моим таким же, как и у других консультантов, чему вот я была очень рада, да? А что касается якутских картин, я для себя думала, что ну вот в списке у меня было около 20 картин. Хотя, конечно, чисто такой арктической тематики, между прочим, у нас не очень много оказалось. Поэтому я, конечно, в каждом письме я должна была в каждом фильме объяснять, что почему я считаю, что вот здесь вот... Ну, что отвечает это. Да, отвечает этим требованиям, о чём эта картина, когда она была снята, там, какие-то свои ощущения. Как она раскрывает эту проблематику? Почему она должна быть отобрана? То есть каждую, я делала свою ремарку к каждому фильму, да? То есть были там картины совсем даже с летними пейзажами, помнится, ну, потому что есть стереотипное понимание, Арктик — это снег и лёд, да? Ну, плюс я рассказывала, что вот народ, живущий давным-давно на этой земле, там, традиционный ведущий, то есть ведущий традиционный уклад жизни и так далее. То есть работы было очень много, честно говоря, я очень долго это всё делала и думала про себя, ну, дай бог, чтобы хотя бы одна, ну, в лучшем случае, может быть, две картины отберут. И про себя ещё думала, какой у них интересный там вкус тоже у отборщиков. И тоже сделалось так, вот, скорее всего, на 24 снега отберут, потому что такая очень интересная современная жизнь, скажем. И именно Арктика, и зима, зима снималась. Несколько даже зима, то что вот современное сейчас состояние, как бы люди, которые живут до сих пор традиционным укладом жизни, как это вот сейчас происходит, очень любопытно же, да? Тем более картина очень свежая. Ну, вот, естественно, этот фильм отобрали, потом отобрали фильм Джоги Гаяи. Который летом снимался. Который, да, но здесь, получается, чисто вот наш архаичный праздник, да? Для них, конечно, это очень интересно. То есть, что за народ саха, там, как они, чему они проклоняются, какие у них там символы, какое у них мировоззрение. И то, что этот праздник, я объясняла, что этот праздник настоящий, он каждый год у нас происходит, и съёмки шли вот так и так, что это внедрение двух актёров в реальную жизнь. Что это не постановка. Да, и они, конечно, были очень сильно удивлены этому, да? Их это зацепило, и что всё это... Потому что многие, я вот сколько этот фильм показывали, многие задавали вопрос, что постановочно всё это дело. Все думали, что этот праздник, он постановочный, на самом деле... Нет такого праздника, всё это придумано. Многие, кто не знает, конечно, не могут сразу вспоминать, что это действительно такая. Ну вот, и их это, видимо, зацепило. И картина «Ок у ю ду ду ра ра», это «Мальчик и озеро», на русский язык они перевели. Это картина вообще 2003 года. То есть, когда условия они описали, они объяснили, что можно, в принципе, подать работы, которые... Более ранние. Более ранние, да. То есть, не сильная ретро, но более ранние. Картина 2003 года, снятая на Бета-Кам. Я тогда в момент... Имелась такая маленькая копия на интернете, такая не очень высокого качества. Я вот эту вот ссылку передала, да? И когда встал вопрос, и работу отобрали, у нас, конечно, была бы очень большая проблема найти исходник этого фильма. Потому что он был снят на Бета-Кам. Даже не цифровая, как бы, аналог какой-то, да? И надо было его срочно отцифровать, перевести в формат DCP. То есть, работы было очень много. У фильма не было постера, у фильма не было там ещё... Ну, это телекамера, получается, Бета-Кам. Большая телекамера, с которыми вот как раз на ВК Саха ходили в 90-е годы. Да, вот так получается. Поэтому я ещё ломала себе голову. Ой, зачем надо было мне всё это писать? Потому что, ну, как бы, много осень себе работы я создала таким образом, да? Ну, слава Богу, слава Танара, как я себе говорю. Так сложилось, что всё мы успели. В сжатые сроки, очень сжатые сроки мы это всё сделали. Новый постер, новый формат этого фильма, старого, получается. Потом собирали пресс-кит, то есть пресс-материалы, там, фотографии в высоком разрешении. То есть, конечно, фестиваль очень серьёзный, потому что у них там каждый шаг. Тем более, немцы, конечно, меня поразили свои. То есть, это правда, что они очень пунктуальны и чёткие. Если они говорят, да, это да, а если говорят, нет, это нет. И неужели всё вовремя начинается, показы? Да, вот не поверите, всё вовремя. Ну, может быть, 2-3 минуты, но не более. Так, ну и вот таким образом у нас образовался список наших картин. Потом начался лихорадочный сбор в дорогу, потому что надо было... А всего я понимаю, что вот эта программа Native, она была вся Арктике посвящена? Да, в этом году она посвящена вся Арктике. Арктике, поэтому было участие вот как раз 7 или 8 арктических стран. Ну, сюда входит наша страна огромнейшая, США с Аляской, Канада, Норвегия. Норвегия, Финляндия, Швеция, Исландия и вот Дания с Гренландией, получается. Вот. Поэтому фильмов, соответственно, и стран много, тем более такие серьёзные страны, как США или Скандинавия, да, то есть там есть серьёзное кино большое. Ну вот было, наверное, им сложно определять, какой фильм будет в списке. Ну, Коты никакой не было, что вот от одной страны там... Нет. Вот в том-то и дело. То есть они мне не сказали, будет всего 10 полнометражных картин отобранных. Я ещё подумала, боже, как мало шансов про себя я подумала. Попасть вообще... Да. И 9 короткометражных. Прямо не так изначально озвучили. Потому что, видимо, им выделяли время эфирное, вот кинотеатры, им надо было вот вложиться в это всё, да? Поэтому вот из 10 полнометражных 2 якутских картины, на мой взгляд, это очень большая цифра. Из 10. Из 10 полнометражных 2 якутские? А из 9 короткометражных 1 якутская получается. То есть и туда, и туда попали? И туда, и туда попали. Могли бы, в принципе, например, некоторые страны были представлены только полным метром. Вот, там не было короткого метра. Вот, поэтому, конечно, мы были очень рады этому факту и начали собираться в дорогу. Ну, и каждый фильм, конечно, был представлен командой фильма. То есть самая большая команда была от фильма «Джигигаяи». Продюсер, режиссёр, актёр, то есть звукорежиссёр, там, оператор. Все выехали практически, да? А ещё, а потом фильм «24 снега», тоже продюсер, режиссёр с Москвы. Михаил Барынь, его режиссёр монтажа парень был. Ну, и тот же наш Кеша, который в этом проекте работал как звукорежиссёр. Тот же Юра Березнёв, который работал на этом проекте как оператор. То есть, получается, у нас наши ребята, которые звукорежиссёр, оператор, они во всех этих фактических проектах были заявлены, к чему мы были тоже удивлены. Не то, что удивлены, но мы-то знаем, что у нас как бы нехватка кадров, мало людей. А они удивились, что те же люди над этими же фильмами такими разными работали. Да, поэтому они для себя тоже какие-то выводы делают. То есть видно, что у нас киносообщество маленькое, возможно, да? То есть одни и те же люди. Вот так вот развиваемся. Но зато такое разное, да, вот кино. И «Мальчики озера», Прокопий Романович, к сожалению, не поехал. Ну и представили картину как раз вот Юры Березнёв тоже, тот же получается. То есть я в основном, что он 24 снега и снимал, да? И я с ним выходила. Вот рассказали, как есть. Вот я помню, всех поразила именно операторская работа Юры Березнёва, когда представляли именно эту картину. Там есть сцена, где Ойбон, ну где вот на озере, да? Ойбон, это вот мальчик же занимается рыболовством подлёдным. То есть камера переворачивается. То есть получается вот эта вот лунка, Ойбон, она переворачивается так и оказывается наверху. Ну там символ такой, что вот ему стало плохо, он теряет память от голода и холода, да? Это как бы вот мир перевернулся, как бы символ смерти. То есть вот этот Ойбон оказался наверху. Вместо солнца вот эта вот дыра тёмная, да? И всех вот поразил, как вы это вот сняли, как это всё там, этот, я помню. И Юра наш кромно отвечал. Ну по каждому фильм, конечно, очень много вопросов было. Очень бурное обсуждение было после фирмы Джагуяи. Очень много вопросов задавали тоже. Что, как, там, символику и так далее. Слушай, ну если мы с тобой сказали, почему были отобраны 24 снега, почему была отобрана Джагуяя, и вот почему «Мальчик и озеро»? Ну «Мальчики и озеро»... Что ты там написала такое в описании? Дело в том, что этот фильм, во-первых, краткометражный, 25 минут он идёт, да? И этот фильм, он без слов. И он настолько ёмкий, хотя без слов. Там уже всё, что, как бы, понимают. Вот все, кто вот... Мне всегда было интересно выглядеть за людьми, которые совсем из другой культуры, и как они вообще воспринимаются. Во-первых, это произведение основано на произведении известного нашего классика, да? Якутского литераплотона Фича Юнского. Так и называется «Олгоку юрду турара». То есть там есть текст, но режиссёр сделал такой ход, что это фактически без слов. Ну, то есть и переводы не надо, то есть универсальный такой именно язык кино. Очень хорошая, во-первых, режиссура, на мой взгляд. Очень хорошая, сильная операторская работа. Музыка фоном очень хорошая идёт. И все эти символы до такой степени их поразили. Я помню, ну, видимо, вот как раз-таки отборщиков тоже самое. Мне даже некоторые писали, что вот, это вот такая картина, очень интересно, вот впервые такое видим. То есть она чётко очень показывает ваши вот мироощущения. И вот мы же знаем, что Блатон Алексеевич Аюнский был основателем литературы якутской, и вот как раз он очень много черпал из Олан-Хо. Там вот как раз вот наше представление о верхнем, нижнем, среднем мире, о том, что всё живое имеет духов, да, о том, что у нас очень чёткая связь с нашими предками, и что они за нами следятся, если мы хорошо себя, обнимая, помогает нам, поддерживает. Вот все эти символизмы, они, оказывается, ну, есть же понятие вообще, как бы общее вот архетипичное сознание человечества? Да, да, да. Вот, видимо, вот это вот что-то зацепило их, да. И они вот всё это считывали, я была, честно говоря, удивлена тоже. Они всё это считывали, понимали. И вот эти символики, во-первых, ойбон, вот этот наш, да, лунка в озере, то есть символизирует потом солнце, то есть они тоже вот циркулярного вида, получается, да. Символ солнца, как бог, например, да, и в то же время вот это вот преисподнюю идущая, вот эта вот дыра, например, вниз, да. Как мальчик, например, пытается вот делать, ну, как бы он очень тяжёлый труд, он делает эту лунку, пытается вот этот лёд пробить, маленький мальчик, даже фактически не подросток. В фильме ему лет 10, наверное. И для него это вот этот труд тяжёлый, ощущение такое, что он стоит на дне, скажем, вот. Ну, на дне, фактически, да. И фактически такая высокая гора, ну, вот символы такие, как тяжело даётся вообще всё. И, в принципе, тоже вот эти символизмы, что любой труд, это тяжёлый труд, и любой результат, это результат, скажем, такого вот, ну, без труда не, как говорят-то? Не было ошибки. Не только это, даже вот, это даже борьба с самим собой получается. Если он преодолеет это, это своего рода тоже инициация. Мальчик взрослеет, он становится мужчиной. Это своего рода инициация вот в нашей культуре. Он уже как мужчина пытается прокормить себя, свою семью, да, и насколько тяжело это даётся, он в том же уровне всё это преодолевает, и в конце он уже вот просветлённый стоит, да, у него ичи озеро даёт ему рыбу, и вот его предки фактически его хотели забрать с собой, он чуть не умер, но вернули, потому что поняли, что он стал мужчиной, может дальше продолжать свой род, может прокормить свой род там, и может добиться много чего. Ну, и вот, видимо, из-за того, что отказались от диалогов каких-то слов, да, наверное, символика, она и ярче проступает. Так же бывает. Ну что ж, спасибо большое, что пришла, спасибо за разговор, мне было интересно очень, и надеюсь, слушать слушательным и зрителям было тоже интересно. Можно поздравить с 8 марта наступающим, наверное.